Субтитры сделал DimaTorzok После того, как я сама неправильно запланировала трансляцию, поставила себе напоминание в телефоне на субботу, а трансляцию запланировала на два дня раньше, на 29 августа. Захожу в YouTube, смотрю, у меня трансляция, оказывается, закончилась. Это не считая всех предыдущих трапов со скоростью интернета, но которые хотя бы были частично не по моей вине, это здесь просто моя глупость. Поэтому, конечно, всем подписчикам, которые еще остаются на моем канале, большое спасибо. Надеюсь, сегодня все пройдет без накладок и видео этой трансляции будет без заикиваний и без задержек. Их можно будет рассмотреть. Потому что тема интересная, она какая-то очень комплексная и для меня тоже до конца непонятная. Из-за чего я люблю трансляции, из-за того, что я могу с вами проговорить какие-то темы, и в которые вам что-то новое будет, и мне тоже, потому что даже без обратной связи, просто потому что я говорю, и что-то в голове такое формулируется. И тема – это очень важная дневник исследования. Но пока собираются люди, вообще трансляция запускается, немножко тестирую я еще ее качество все-таки. А я хотела бы поговорить в целом, что происходит с каналом вообще. Я получала некоторые комментарии по поводу того, что где новое видео, что очень приятно, что кто-то следит за моими видео. Я, по-моему, в прошлой трансляции тоже это говорила. Значит, дело в том, что просто по некоторым семейным обстоятельствам я в ближайшее время не смогу записывать видео, и совершенно непонятно, насколько это вообще время затянется. Ну, то есть, мне просто не доходят руки до Ютуба вообще никак. И сейчас я уже теряю какие-то ориентиры насчет того, когда это вообще случится, что они все-таки дойдут, я буду на регулярной основе что-то выпускать. Но я думаю, что если будет какая-то суперинтересная тема, я пойму, что видео нужно сейчас и срочно, я это обязательно сделаю. Так что, ну, и честно говоря, моя душа всегда лежала в трансляциях. Я просто ждала, пока накопится хоть какое-то количество людей, которым вообще это интересно смотреть, чтобы я не сама с собой разговаривала через компьютер. Хотя это тоже весь. Вот. Что нового вообще с нами происходит? Ну, мы по-прежнему работаем вдвоем с Настей. Вот. Настя просто делает какие-то потрясающие вещи с оформлением. Сейчас у нее как-то так все скопилось, что сделали, можно сказать, два больших проекта. Но на самом деле там в этих проектах еще по отдельности много всяких было задач. То есть не то, что не две книги, а именно два проекта. И очень все суперски выглядит. Просто титанический труд. По результатам нашего исследования, который тоже титанический труд, но не настолько наглядный, что всегда один с исследованием. Делаешь, делаешь, а результат ты, собственно, не видела. Вот книгу, да, посмотришь, сразу видно, красиво. А исследование, ну, чего-то там наковырялось. Вот. И хотела вам показать. А сейчас думаю, как. Ну, наверное, вот сейчас как раз покажу. Наверное, вот просто на экране. Так, где у меня тут захват экрана? Сейчас я туда это отключу. И вот так. Вот. Вот это вот плакат мы делали. Обратите внимание, конечно, простите, уважаемые товарищи сотрудники типографии, но ваш живот здесь очень удачно смотрится. Делали плакат для книги. Вот такой он как бы получился. Схема немножко фотографии, но это желание заказчика было. Сделали книгу. Вот она. В разных видах. Это первый том. Сейчас будем делать второй. Так. И хотела показать еще, как это внутри выглядит, такой макет. Это у нас что? Это у нас был пробный макет еще. Даже не книга в печати, а именно еще первый блок, который мы опечатали без обложки. Вот. Ну, в общем, очень красивый текст. Классные. Картинки потрясающие. Много картинок на тему крестьянства. Ну, в данном случае картин. Ну, не только картины, гравюр и рисунков и всего-всего. И это, конечно, потрясающе, потому что это вот именно талант Насти подбирать картинки по теме, несмотря на то, что их, вообще говоря, мало. Мне очень понравилось, как получилось. Очень. Любое исследование в таком формате, оно просто заиграет яркими красками. Ну, это вот результаты наших последних трудов. Что касается меня, я сейчас очень много делаю работы с иностранцами, и это вообще 99% моей работы. И, честно говоря, я очень рада, что так повернулась ситуация. Я думаю, отчасти это связано с каким-то... С тем, что рынок таких средних заказов, поскольку я с VIP-ами, вообще, в принципе, толком не работаю такими прям VIP-ами, которые, по крайней мере, очень акцентируют внимание на том, что они VIP-ы. Вот. К счастью, обеспеченные клиенты у меня есть. К счастью, они невероятно приятные люди. И просто работать с ними – это одно удовольствие. Просто хвала небесам, что они у меня появились. Знакомых. Но работаю я в основном сейчас именно с иностранным рынком, потому что те заказы, которые шли по российскому рынку, они как-то, ну, в плане очень сезонные, и, на мой взгляд, они падают. Я не знаю, либо я что-то сделаю не так, либо эта экономика просто что-то ведет как-то не туда. Но, в общем-то, у меня вот осталось такое расслоение, именно ощутилось на российском рынке сильно. И с иностранцами как-то наоборот все складывается, что мне очень-очень нравится. Английский практикую. И генеологическое сообщество, а вообще международное – это очень интересно. И, наконец-то, я нашла способы войти с ними в прямой контакт, а не просто там смотреть результаты их трудов на Ютубе, или там где-то в печати, в каких-то блогах. И это тоже очень-очень приятно. В связи с чем я, на самом деле, задумалась вообще на эту тему, дневник исследования, потому что это результат именно столкновения с иностранным сообществом. Вот. А каким образом, в чем именно это выражается? Ну, скажем, я даже не знаю, с чего лучше начать. Давайте начну еще с того, что покажу, наверное, еще одну книжку, которую у меня… Сейчас на даче, ну, как понятно, по стене. Кстати, если кто-то смотрел первое видео моего канала, а там первое видео снято именно на фоне, опять-таки, деревянной стены, там… Это было еще в старом доме, вот, и как раз шел процесс ремонта. И тоже была деревянная стена. И сейчас, спустя там сколько, три или четыре года опять деревянная стена. Ну, в общем, уже другой дом. Вот. Соответственно, здесь я просто случайно обнаружил черновик фотокниги, которая была сделана вместо разбора фотоархива. То есть это была моя личная инициатива, и целиком я делаю ее сама, поэтому я не презентую это ни в коем случае результат нашей работы. И это очень важно. Очень важно. Потому что сделана она на коленке и с моим чувством вкуса оформления книг. А это совсем не образец. Мы их используем шаблоны, на самом деле. Вот. И что я сделала предварительно? Я… Вот так это выглядит. Я обработала просто всех родственников в плане фотоархива, которые мне были доступны на тот момент по ветке рябовых. Это моя материнская ветка по бабушке, маме. И я просто проехалась везде со сканером, не каким-то с портативным сканером, а со здоровым сканером. Я сканировала везде фотографии и собрала. И, знаете, это античный подход. Здесь подписать каждую фотографию абсолютно корректно, разместить там, пока указать место, указать дату, не сработало. Потому что если я это делала, я бы никогда этот альбом не доделала. Почему-то у меня здесь подвисла сейчас трансляция. Вот. Поэтому я пошла путем не уменьшенного сопротивления. У меня здесь шевельцы. Ты выходи. Примерно. Отлично. Но, в общем, пошла путем наименьшего сопротивления и сделала просто так, как, собственно, получилось. Где-то подписала, где-то нет. Но хорошо, что я отпечатила первый экземпляр. Потому что, когда я показала родственникам, оказалось, что там есть ошибки. Так. Сейчас, секундочку. Вот. И эти ошибки я прямо здесь и поправила. А потом я написала уже чистые экземпляры. Здесь вот есть у меня описание того, где можно найти полное генеалогическое древо. Надо проверить. Я не уверена, потому что оно там лежит. Потому что это древо свое я веду в генопробу. Как начала, так и веду. И там своя заморочка с выкладыванием отчетов. Не знаю. Сейчас я уже отошла от этого. Надо проверить, интересно. Вот. И так вот я оформила странички просто. Здесь вот какие-то тексты с подписей, если они были. Вот это я и уже правила, конечно же. Хотя, честно говоря, я не вижу ничего ужасного в том, чтобы напечатать просто фотографии вот так вот. Потом собраться всей семьей и вот так вот маркером подписать от руки там, если сделать еще соответствующее оформление, какие-то комментарии. Это тоже вполне допустимо, на мой взгляд. Так я, кстати, частично так собираюсь сделать все с другим альбомом. Мне досталось много фотографий с папиной стороны от сестры моего деда по папе. И, значит, там эти фотографии я тоже разберу, наклеиваю в альбом. Я уже заказала альбом. Они реальные. То есть они просто мне целиком достались. Мне нужно было сканировать, поэтому я их просто размещу в альбоме. И вот как бы приеду к папе и скажу, давай подписывайте. Будем все подписывать, все, что там помню. Ну и вот здесь. Вот так все выглядит. Ну вот так немножко о скраббукинга. Кстати говоря, вот это вот моя склонность лепить к фоткам всякие украшательные элементы. Я как-то долго этого стеснялась, а сейчас нашла, знаете, как вот стесняешься, пока не найдешь. Нашла в, опять же, генеалогическом англоязычном мире такой термин, как digital скраббукинг. И что на самом деле и есть вот это вот. То есть все те же самые элементы, которые можно делать вживую. Делаются просто виртуально. Ничего не стоит. Никакие магазины не обогащаются за счет вашей страсти к ленточкам и к наклеечкам. Вы можете 35 раз менять оформление. И в то же время это вот выглядит, ну, на мой взгляд, интересно. Если в этом наращивать мастерство, то выглядит хорошо. Это, конечно, один из первых опытов и не образится далеко. Вот. Ну, нам толстая книжка получилась. Я всегда получила все самые удачные фотографии. Обрабатывать, ретушировать я их только не ретушировала. Ну, во-первых, они в хорошем состоянии. Это все-таки не 19-й век. Ну, вот. А во-вторых, опять же, ретушил, заживаться от мурашки. Ретушировать это еще надо кучу денег на это потратить. И с темами я тоже не сильно с разбивкой о том заморачивалась. Потому что, опять же, когда вы начинаете создавать себе слишком много сложностей, то еще не получается, что эта работа закончится. И это тогда еще у меня было много времени. Кстати, вот, делала я компанию, называется ZoomBook. Здесь есть номер заказа. Я так понимаю, что если я его скажу, или какой-то QR-код еще, то, возможно, они мне еще раз это все не счетают. Я это сдала по родственникам. И стоила это, естественно, по разы. Десятки меньше, чем книги, которые мы делаем клиентам. По-моему, в районе полутора тысяч одна книга, что ли, у меня обошлась. Ну, сколько-то я сделала. Ну, это было давно. Вот. И, значит... Что еще, собственно... Ай-яй-яй-яй, опять низкое качество видео. Ну, что ж такое твое. Да, она еще и приостановлена. Почему она приостановлена, эта трансляция? Я не понимаю. Я ее не приостанавливала. Кто отжирает у меня интернет сейчас? Да. Так. Ну, вот я вижу интернет опять зелененький, опять красненький, что-то здесь. Почему так происходит? Сначала все идет нормально, потом начинается проблема. Jasmine. Ой-юnh&권. Ой-юnh&-чуть. Ой-юnh&. Ой-ну. Ой-ду. Продолжение следует... Продолжение следует... Ой, нет, всё, конечно, хорошо. Удача, кроме вот... Кроме интернета. Продолжение следует... Продолжение следует... Я, естественно, за коллаборацией с более известными стримерами 100%. Вопрос в том, что я не помню, чтобы кому-то это было интересно, а предлагать это я... Именно не знаю стримеров, как вы говорите. Для меня это, наверное, сейчас новая мысль абсолютно. Я об этом не думала. Я делала коллаборацию с известными блогерами, одним блогером. Он один откликнулся, и я как-то вот сделала точечную такую акцию. Нашла вот одного человека, которому было интересно, и сделала. Про стримеров я не думала. Это какая-то такая интересная новая фишка. Может быть, вы поподробнее скажете, как вы себе представляете, и про кого именно, может быть, вы думаете в этот момент. Ну, я, естественно, погуглю и подумала. В любом случае, большое спасибо вам за идею. Вот. Наверное, для начала мне нужно вообще побольше узнать о стримерах. Нет, я в курсе, что есть стримеры и что это такое, но я никогда не думала об этом приложении в генеалогии. Потому что мне всегда казалось, что все-таки для стрима нужно больше болтать. Я к трансляции пытаюсь подготовить именно какой-то материал, которому нужно так побольше напихать материалы, чтобы это было больше похоже на видео. Почему? Потому что, мне кажется, никто не будет смотреть просто, как я болтаю полтора часа на около генеалогические темы. Ну, то есть я недостаточно развлекательным для этого преподношу материал. Вот. Ну, вроде бы остановилась связь. Слава богу, боже мой. Вот я приеду в Москву, и я буду просто кайфовать и делать трансляции без задней мысли. И вы не представляете, какую тут пришлось сделать работу, чтобы здесь был интернет, который хоть что-то тянет. Вот. Но этого все равно оказалось недостаточно. Так. Про дневник исследования. Давайте уже перейдем, уже 20 минут. Я болтаю не о том. Значит, так вот. Когда вы ведете исследование, если вы делаете это вне архивов или с архивами, все равно происходит одна и та же ситуация. У вас накапливается много материала, который утекает сквозь пальцы. Так. Значит. Такой момент. У меня сейчас опять упадает качество трансляции. И мне, возможно, сейчас нужно будет отлучиться ненадолго. Поэтому всем, кто смотрит трансляцию вживую, я скажу еще раз, извините, я выложу архив нормальной трансляции, которая будет на запись, в которой я просто все это наболтаю. Очевидно уже, мне уже очевидно, что с такими перебоями, скорее всего, пообщаться и получить какую-то обратную связь я смогу только когда проведу трансляцию в следующий раз в Москве с нормальным интернетом. Но материал у меня есть, интересный, я обязательно его сейчас расскажу. Просто если буду отключаться ненадолго, я именно ненадолго это сделаю, и потом будет полное видео со всеми нужным, без перерывов. Просто сможете его посмотреть. Я веду дневник исследования в прямом смысле, то есть у меня есть вордовский файл, и когда я начинаю нового клиента, я пишу там такое-то число, то-то сделала. Если я отправила письмо, я беру копипастию туда, потому что иногда с мессенджерами общаешься, еще тоже копипастию, соответственно, чтобы в одном месте была вся информация, кому я что сказала. Потому что, естественно, когда я пишу клиенту, это по сути либо отчет, либо мини-отчет. Это очень удобно скопипастировать. Вот тот же самый результат дневника исследования. Если я хожу в архивы, то это, естественно, запись всех дел, которые я заказала, с полными шифрами. Какие дела мне выдали, когда, по какой причине не выдали, если это микрофильм, то какую часть микрофильма я посмотрела, потому что она в разных коробочках, какую не посмотрела, какие листы. Раньше я еще делала буквально вручкой, я выписывала все выписи в тетрадь. Почему я это делала? Потому что мне хотелось ввести все в одном месте. То есть у меня была, соответственно, либо тетрадь бумажная, которую я вела, либо вот этот дневник исследования электронный. Но потом я пришла к поводу, что в одном месте ввести просто невозможно. То есть если вы входите в архив, архив важно записывать каждый ваш шаг. Вот прям пришли в архив, сели, записали. Я пришла в архив, таков-то числа, во столько-то времени, заказала там какие-то дела, лучше сфоткайте бланк или там, ну, сфоткайте, да, правда, сохраните это где-то. Мне там пообещали выдать такого-то числа, во столько-то дела. Потом приходите на следующий, когда вам говорят в архиве, что вам выдадут дела, приходите в архив, смотрите свою запись и смотрите, что вам выдали, что не выдали, потому что очень важно знать, что вы заказывали. Для этого на предыдущем этапе записали, что вы заказывали. Если вы не записали, то вам скажут, а что вы заказывали? Ну, какие-то дела, посмотрите там, типа, да, если бланк не нашли вашего заказа, как вы будете объяснять, такое все-таки тоже бывает. Это естественно, если вы приходите в архив по месту жительства, если вы прямо приезжаете в архив для того, чтобы в нем поработать, там вообще отдельные песни. Значит, вот, потом поработали, все, соответственно, еще раз записали и дальше в той же манере. Об электронном видели, бумажном, как вам удобно, либо и там, и там. Если не в архиве, то, соответственно, какие-то столкновения с родственниками, в которых вам что-то рассказали, и вы хотите это тоже зафиксировать, какие-то истории, которые вам рассказали вот по конкретной ветке. Обычно я веду такой дневник прям по фамилии. То есть, даже если у меня один клиент, у него несколько родов, по каждому роду я веду такой дневник. Сказать, что это суперудобно, я не могу. На самом деле, есть и люди, которые гораздо более дотошно делают вот такие вот вещи, создают таблицы экселевские, используют еще какие-то сервисы более такие. Ну, сейчас вот трейла набирает популярность. На самом деле, они именно в генеалоге набирают популярность. На самом деле, они разные бывают сервисы. Вот, я для себя, мне, ну, чисто для себя, я такую систему не внедряла, потому что для меня это слишком сложная надстройка. То есть, из-за того, что в архивах и так все очень сложно, мне вот проще написать поток сознания, потому что он работает именно так вот, как мой мозг устроен, вот так вот этот поток сознания на бумаге остается. И мне в этом разобраться проще. кому-то сложнее, но поскольку я работаю сама, то, соответственно, мне проще, мне достаточно просто записать последовательность своих действий. Вот. Если это касается исследования такого домашнего, например, да, где я не хожу в архивы, то же самое. что еще? Ну, то есть, вот, например, электронный офлайн-файл, тетрадь, ну, тетрадь я уже забросила окончательно, в принципе, это, конечно, прикольная ручка писать, но у меня. Потом, конечно же, Evernote, куда без него, то есть, какие-то ваши любые, другой сервис, которые позволяют ваши заметки постоянно иметь на телефоне и синхронизировать. Я также довольно активно использую заметки в Gramps, потому что, ну, к сожалению, ну, или вот как бы в генопропы своему древу, я там прям фиксирую какие-то вещи, не дневниковые такие, а вот факты, которые кажутся второстепенными, какие-то истории о людях, которые я услышала, какие-то истории запросов какие-то, то есть, если происходит долгий какой-то перерыв в исследовании, то хорошо, вообще, тем более хорошо фиксировать какие-то крайние точки и вносить это все в программу, потому что, может быть, это где-то будет лежать, но вы еще подпадите и вспомните, что у вас где-то, если вы через два года возвращаетесь к этой ветке, например, в своем роде, подпадите и вспомните, что у вас вообще где-то лежит этот файл, а в программе, в чем что-то прошло там, как всегда, все в одном месте, открываете профиль персоны, у вас там все записано, это можно и в Древе Жизни делать и в других, просто, ну вот, как грамотный на про, точно удобно делать. Но это все так, это, знаете, это больше касается такой технической стороны, именно чтобы не нарушить порядок исследований технической, научной стороны. вот, что нечестно. Что происходит вообще с моей трансляцией? это из бинтышев, пят, так. Так. Так вот. Это просто невозможно, честно говоря, меня это тоже бесит, просто бесит это качество связи, я не понимаю, что происходит. То ли это у меня компьютер уже тормозит, потому что я как этот, извините меня, гуманитарий до мозга костей, могу только смотреть, у меня квадратик зелененький ВБС. Зелененький периодически становится красненьким. С какого времени он становится красненьким, я не знаю, кто в этом виноват. Если это связь, то она сделана здесь максимально. Но здесь у нас летают самолеты и у меня такое впечатление, что каждый раз, когда летает самолет, происходит понижение связи. Сейчас вот он летит. Ой. Так вот, ведешь канал, ведешь, собираешь зрителей с трудом, а потом без проблем со связью, блин, куча народа потеряется. В общем, значит, что я, на чем я остановилась? А, да, что это все, что я говорю, это такая техническая сторона, чтобы не потерять именно прогресс исследования. Но есть еще, да, Трелло, кстати, в этом плане тоже использует, но меня всегда смущает вот в таких сложных проектных приложениях, которые на самом деле, конечно, очень удобны, процесс выгрузки материала. Как вы через какое-то время, если вы захотите от этого приложения избавиться, сможете оттуда материал выкачать так, чтобы он остался у вас в таком же систематизированном виде. Это вот как, знаете, это сегодня, кстати, не знаю, где это записано или не записано, но сегодня, типа, генеалогической тусовки это считается день бэкапа. Вот сегодня нужно бэкапить все. Я, правда, сделала это заранее. Я забэкапила там свой Инстаграм, все свои Инстаграмы, точнее, все свои дневниковые записи, какие-то, короче, все все приложения, в которых у меня откладывается информация, которую мне не хотелось бы потерять, там, Твиттер. Я все это, соответственно, забэкапила и обнаружила, что очень много файлов в этих приложениях, практически все это JavaScript. И я смотрю на эти файлы, думаю, что я буду с ними делать. Вот кто-нибудь, если есть программист, объясните мне, пожалуйста, что делать с этими файлами, если вам не жалко времени на это потратить. Потому что я так еще оставила для себя эту проблему, еще даже не гуглила, но мне не очень понятно, как бы потом все распаковывать. Вот. А с исследованием же то же самое. То есть вы вот ведете, допустим, где-то вы с бэкап скачаете, на что вы будете потом с этим бэкапом делать. Так вот, если есть еще одно такое предназначение вашего дневника исследования, ведь исследование, оно же бесконечное и обобщаемые результаты, которые просто на текущий момент достаточно перевесили какую-то нашу чашу терпения. Нам хочется их увидеть в таком виде уже конкретно красивом. И для того, чтобы это сделать, нам нужно иметь вот этот вот вес накопленных записей, каких-то историй, фотографий. Для этого подходят, в принципе, любые сервисы, которые позволяют в социальных сетях, например, следить за вашей жизнью. То есть там же в Инстаграме, где вы выкладываете фотки про себя, вы можете последовательно выкладывать истории из жизни ваших предков, сопровождая их картинками. Какие-то истории о том, как вы нашли какой-то предмет, как вы собираетесь оформить фотографии, которые у вас есть в альбоме. Там процесс создания фотоальбома, какие-то ваши страдания, какие-то опросы. И есть те компании, которые из вашего Инстаграма потом печатают книгу. Я вот, например, пошла этим путем сейчас, я завела себе Инстаграм, в котором я буду о своей семье делать такие вот заметки с Digital Scrum. Ну, это вот сочетание моих хобби. Мне так хочется делать, и я стала обращать больше внимания на то, чтобы записывать именно истории. И даже о тех, кто сейчас жив и, дай бог, еще проживет долго, для того, чтобы их просто не потерять. Например, ну, скажем, открытие вот этого лета, что когда мой дедушка умер в 2006 году, достаточно давно, но я, естественно, была уже взрослая. И я его хорошо, очень хорошо помню. Он, можно сказать, принимал очень активное участие в моем воспитании. Но, как оказалось, я о нем практически ничего не знаю. И поговорив просто с мамой тут недавно, я обнаружила для себя массу новой информации, которая пропала бы в туне, потому что дедушка сам о себе особо не рассказывал. Когда люди пересказывают какие-то истории, они пересказывают только те истории, которые им нравятся, и не пересказывают никогда жизнь отдельного конкретного человека. И стоило задать вопрос маме, расскажи мне про дедушку, пожалуйста, от Адол, она рассказала мне столько, что я, ну, как бы, действительно очень многого не знала. И какие-то места с названием, где он работал, этого я тоже не знала. Опять-таки, где бы я это узнала, если у меня трудовая книжка не сохранилась, я не знаю. То есть, то же самое касается моего папы, который тоже достаточно молчалив, и хотя он очень интересуется тоже семейной историей, я вот буквально недавно открылась на потрясающую какую-то историю совершенно. просто случайно мне она выпала, и она выпала случайно в разговоре. То есть, уже как бы позвонила там моя родственница по одному из его родов, по одному из его родов с его стороны, и ей нужно, чтобы мы нашли один документ в архиве по каким-то там бытовым соображениям, в принципе, по большей части. И как-то, ну, там что-то складывалось, что-то не складывалось. Вот мы обсуждали этот вопрос с папой, он говорит, ну, ты знаешь, в общем, мы ей должны. И я все рассказала мне, что ее сестра, которая была также сестрой моей прабабушки, она, во время войны, когда моя прабабушка осталась с двумя детьми, без мужа, живя при этом в Москве, она была, ну, соответственно, они голодали, и вот эта вот Нина Ивановна, она проносила, работая на хлебозаводе, проносила буханную хлеб, которую одну раз, один раз в неделю им разрешали вынести, она проносила в банку тушенки, просто мякиш вытаскивал, и в банку тушенки, которая была у них до пайком, я так понимаю, что выносить его было нельзя, насколько я понимаю, потому что ее в итоге поймали и посадили. Но Россиянад сидела в рингвуде за это, вышла, и, соответственно, к счастью, вышла. Но вот на этой тушенке моя семья продержалась достаточно, чтобы не умереть, и я обязана ей жизнь, можно сказать. Да, в общем-то, в очень существенной степени. Ну и по какой-то причине, хотя я занимаюсь генеалогией уже давно, и папа в курсе, и все, и как бы, ну, точно так же, когда умерла сестра моего деда, это было давно очень, от нее остался архив документов, он где-то лежал, 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 в итоге мне папа его принес, и я на него смотрю, думаю, ну, это же сестра моего деда, ну, зачем мне там ее письма, там, открытки, фотографии, начинаю разбирать, и понимаю, что все письма непосредственно от моего деда. Ну, то есть, как бы, ну, это можно было сообразить, оказалось бы, не можно же было уже сообразить, это же достаточно близкие родственники, мы всегда там, как бы, сиблингов изучаем для того, чтобы узнать что-то о нашем прямом предке, почему-то, когда прикладываешь это на себя, не изображаешь. Вот, и вот все такие истории, когда публикуются в Инстаграме, мне кажется, это очень классно, когда они сопровождаются фотографиями, потом это складывается в жилой рассказ о поисках, и в итоге о семье. Конечно, в книге вы можете сформировать более, такое цельное повествование, такое более гладкое, более понятное, но это тоже хорошо, и это тоже плюс дневника исследования, тоже вид дневника исследования. Блог. Очень много людей бложит в интернете и собирает на этом, ну там, Медея 2000, я про нее уже рассказывала, у нее дворянская семья, у нее очень большой архив, сохранившийся, она вот просто рассказывает о персонах. Вообще, вы знаете, об этом, ну, в Инстаграме своем приводили цитату о том, что из книги, можете посмотреть на последних постах, если кто хочет точные цитаты, не буду просто перевирать. В общем, суть в том, что рассуждение человека о другом человеке, то есть вот эта вот информация о жизни другого человека, интерес к этой информации, интерес к тому, какой другой сосед, например, он хороший или плохой, он там честный, нечестный, сколько у него жен было, или, да, какие у него дети, как он вообще живет. Это один из привычных интересов нас вообще как человечества, и это даже связано с развитием нашего языка. Поэтому, когда вы изучаете свою генеалогию, тот момент, что это именно ваше древо, и как оно строится, интересен, ну, этот момент интересен только вам. То есть, естественно, открыть больше предков, узнать там точные, достоверные факты, древо в целом, интересно, да. Но вот конкретные персоны всегда интересны всем. Вот вы можете даже без имен выложить в интернет, просто рассказать историю, будет интересно. А если приложите фотографию, ну, чем это вам не кардашьян? Честно говоря, если правильно подать, это не то же самое, это же все человеческие истории просто. И, кстати, тоже еще интересный момент. Недавно узнала, что, оказывается, по крайней мере, в Америке и популяризация генеалогии как науки не только для каких-то практических целей, там, дворянских, да, а в целом, как вот хобби. Этот процесс был связан с распространением фотографий. Фотография появилась в 1830-х годах, соответственно, тогда многие начали фотографировать своих старых родственников, которые там в США, да, и они еще помнили гражданскую войну. Потому что догадались, что это взаимосвязано, то есть вот этот вот интерес к прошлому запечатлеть лица той эпохи, которая, в общем-то, уже ушла, но фотография позволила это сделать. И они прям приводили своих стариков там в эти ателье, которые были в крупных городах, сажали, вот их там по 30 минут фотографировали, и таким образом мы видим людей, которые ждались, ну, еще задолго до изобретения фотографий. То есть даже тогда люди уже сразу сообразили, что это интересно, сфотографировать своего предка. Сейчас, тем более, естественно, у нас это все в голове взаимосвязано, мы вообще себе не представляем, как это есть человек, а фотографий его нет. Ну, вот, соответственно, уже время-то сколько прошло? Уже 19-й век, 20-й век, уже 3-й век идет, когда у нас, к счастью, есть фотографии, конечно. Поэтому у нас есть достаточно, все равно архив есть фотографии, для того, чтобы наполнить им свои там социальные сети и сделать из этого книгу и так далее. Это очень классно. Я, как-то, честно говоря, об этом не задумываюсь, что именно есть такая взаимосвязь между популяризацией фотографий и популяризацией генеалогии. В том, что, как вы понимаете, в нашей стране в 19-м веке мало кто повально фотографировался и мало кто повально занимался генеалогией. Это, конечно, все-таки западная история. Кстати говоря, есть даже классное видео в интернете, оно, по-моему, 1930-х годов, что ли, там два старичка, семейная пара, они там, ну, вообще, они с середины 19-го века рождения. Да, скорее всего, очень трогательное целое видео в 30-е годов такого хорошего качества. Вот. Это все тоже к теме дневника исследования, на самом деле. Что еще? Хотела сказать, какие еще виды бывают. Ну, то есть блог – это, честно говоря, на мой взгляд, уходящая тема, потому что, я не знаю, много ли из вас читает ЖЖ на регулярной основе. Любые сервисы вроде ЖЖ подразумевают, что вы выкладываете ссылки в другие более популярные соцсети. В Facebook, там, в Twitter, в Instagram. Но эти ссылки мало кто открывает. Нужно быть прям очень интересным блогером или очень известным генеалогом, чтобы ваши ссылки вот так вот открывали, переходили, читали там такого вот, не знаю. Аудитория у этого контента, конечно, не очень большая. И, соответственно, писать для себя, ну, это, наверное, лучше, чем писать в стол. Хотя, не знаю, будете тратить время на то, чтобы как-то преподнести эту историю, а на самом деле в итоге ответы не получите. И вообще, честно говоря, я вижу смысл все-таки делать в том, что если выкладывать контент какой-то, да, вот этот дневник делать открытым, а именно делать его двуязычным, потому что в английской аудитории вы получаете гораздо больший отклик, у них там активнее просто это все происходит. И это в сто раз приятнее, чем если вы публикуете на русском языке, где, в принципе, вас могут читать три человека. И эти три человека, скорее всего, наиболее заинтересованы в том, чтобы свои истории писать, чем ваши читать, потому что они влекаются генеалогией и свои, в первую очередь. Вот. Так что вот, наверное, вот такие вот виды я хотела бы перечислить, те, которые приходят мне в ООО. Я думаю, это, конечно, далеко не все. Но это такие зарисовки, которые в будущем могут услужить очень хорошую службу в разных проявлениях. И, как я уже сказала, они, получается, нужны от таких технических моментов вроде работы с архивами или просто построения какой-то логики исследования, чтобы вы не забывали, кому что вы написали, до наполнения книги живыми историями, живыми фактами и инспектирования вот этих вот историй, которые в вашей семье есть, но они записаны, а также вытягивания этих историй. Потому что здесь, знаете, вот происходит вот такая фигня. Сначала вы пишете дневник, потом дневник пишет вас. То есть сначала вы начинаете его, потом вы думаете, так, у меня что-то какая-то, особенно если это социальная сеть, какая-то пустота, нужно писать пост, о ком я буду писать пост. Вы начинаете думать, вспоминаете персону, думаете, что вы о ней знаете, что не знаете, идете у этой персоны, спрашиваете или там, допустим, у ее потомков. А еще в социальных сетях есть такая штука, как челленджи, и есть она в англоязычном генеалогическом мире, есть свои челленджи. Очень всякие прикольные, на самом деле, порядка 15 я, наверное, точно смогу назвать. И это вообще такая тема, которая вас очень форсирует на там свершение. Можно еще свой придумать, и это тоже еще классно будет. Вот. Так что, реально, социальные сети для генеалогии это прям находка. Вот. Но опять же, для социальных сетей оно должно быть, что-то не нужно было общаться. То есть, наши генеалогические сообщества в Фейсбуке, это какой-то трэш, если честно. Не пишут туда народ, в основном, одни и те же вопросы. Какой-то помогите мне, ответьте на вопрос, да, или вот я такой классный исследователь, я там что-то вот нашел, вот и все. Это вообще не общение, это скукотища. Реально, мне кажется, там сидят просто люди, которым нечего делать. Извините, если, конечно, они подписчики на какой-то, но мне эти группы не нравятся категорически. Я не вижу смысла в них участвовать или там кому-то отвечать или вообще, в принципе, тратить на это время. Не говоря уже о том, что Фейсбук, это, по-моему, это какая-то стала. Вот. Мне кажется, все-таки иметь свой дневник в социальной сети лучше, чем участвовать вот в этом групповом сборище. Форум классная штука, там действительно многие пишут дневники, но опять вопрос о выкачке материала. Для меня очень существенно. Вы там заморочитесь и напишите пост, прикрепите к нему фотографии какой-то своей поездки или там еще что-то новое. Придут, откомменят, что-то как бы подскажут, но в итоге непонятно, как вы будете все это оттуда извлекать. Ой, у меня тут комментарии есть. очень интересно. Классно. Геллер, спасибо вам большое. Очень-очень-очень интересно. Я, конечно, на него напишу как раз к тому моменту, когда у меня восстановится нормальный интернет. Я думаю, у него тоже наладятся дела с баном. И я обязательно попробую это сделать. Обалдеть. Несмотря на то, какая у меня ужасная трансляция по качеству. Сейчас вы ее смотрите и не поленились написать. Большое человеческое спасибо вам. На самом деле. Очень приятно. Я обязательно это сделаю. Что еще? По-моему, я сказала все, что я хотела походу для дневника. Ну, наверное, да. Вот. Наверное, я примерно думала где-то час вести трансляцию. Но я думаю, 15 минут последним потрачу на то, чтобы вы уже нормально оформить видео, которое будет без задержек. И тогда всех приглашаю оставаться на канале или подписываться, если вы еще не подписаны. И обязательно увидимся в следующей трансляции. Всем удачи в ваших поисках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok